Присесть, дорогие друзья, я благодарю вас. Знаете, каждый месяц приходит момент нашего служения, как мы называем, служения воспоминаний, страданий нашего Господа. Кто-то называет это служением причастия, кто-то называет это служением преломления, преломления хлеба. Но мы понимаем, что этот момент, он очень важный в жизни людей, он очень важный в жизни нас, как христиан. Он записан в Слове Божьем. И этот пример страданий Господа нашего Иисуса, он стоит очень важным. Очень важным. Почему? Потому что Иисус Христос пережил этот момент. Потому что Ему было тяжело, Ему было трудно. И Иисус Христос, когда страдая, умирая, проливая за нас свою святую кровь, Он сказал нам, воспоминайте об этом. И придет момент, когда мы будем вместе с Ним. И то, что сеялось, то, что сеялось в трудности, то, что сеялось в переживаниях, в заботах, в болезнях, оно все будет приносить великий плод благодати и радости. Знаете, перед тем, как мы придем перед чашей, трапезой, я хочу поделиться тем словом, которое Бог положил мне на сердце. Я хочу поговорить о печати, о печати, которая стоит, которая ставится на нашу жизнь, на наше чело или Господом, или этим миром, или этим вот веком, этим временем, в котором мы живем. Знаете, часто общаясь с людьми, часто смотря по нашим работам, школам, мы очень часто видим людей, которые запечатлены, запечатлены депрессией, запечатлены горем, запечатлены грехом, блудом, зависимостью. И на этих людях, на этих людях, на них есть печать. И оно, ты смотришь на людей, и оно, ты понимая, проникаясь состраданием к этим людям, ты видишь, эти люди запечатлены. Но это не Божья печать, это не Божественная печать. Эти люди отображают, отображают своим взглядом, своим разговором, своим характером. Они отображают что-то или кого-то. Зачем они идут, за кем они идут. Или это какие-то звезды этого мира, или это время этого мира, или это какие-то похоти, или это какие-то привычки. Человек отображает, человек имеет на себе печать. Я хочу сегодня поговорить о запечатлении Божьем, поговорить сегодня о печати, о печати очень важной, без печати которой мы не войдем на небо, это печать святости, печать, которую Господь Иисус Христос запечатляет свой народ, запечатляет нас при искуплении нас из этого мира, из этого греховного положения. И Господь ставит свою отметку на нас, на людях, давая нам, даруя нам святость Божью, которую смотрели на людей. Мы говорим, эти люди, они отличаются чем-то от других, они не такие, как этот мир, они отражаются, они добрые, они приятные в общении, они несут с собой надежду, они несут с собой благословение. Эти люди, они не от мира сего, да и аминь, слава Богу, за тех людей, которые истинные, искренние христиане, запечатленные печатью Божьей. Я хочу открыть место из священного писания, это будет евреям 12 глава, 14 стих. Откройте, пожалуйста, у кого есть Слово Божье, знаете, очень приятно смотреть на наши центра, хочу похвалить вас, что когда ты смотришь, как перелистывается Библия и как изучается Слово Божье, потому что если когда-то с этого места, не дай Бог, будет проповедоваться не Евангелие, если перед нами нету Библии, нам не с чем будет сравнить. Поощряем вас приносить Слово Божье. Это будет евреям 12, 14, старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Очень конкретное, очень такое хорошее, толковое место, но очень легко его можно упустить. Оно пишется, прилагайте старания иметь со всеми людьми мир, то есть все, что от вас зависит, сделайте, чтобы не иметь ссору, не иметь споры, старайтесь иметь мир со всеми людьми, с детьми, с родителями, с братьями, старайтесь иметь мир с соседями, с работниками, с боссами и так далее. Но потом идет второе слово, и святость, старайтесь иметь святость, нет, написано и святость, без которой никто не увидит Господа. Без святости, друзья мои, в нашей жизни, в нашем направлении христианства, нам будет невозможно увидеть Господа. Очень просто и очень конкретно написано. Давайте прочитаем еще одно место из Священного Писания, это будет 1 Фессалоникийцам 4 глава, несколько стишков я прочитаю, 1 Фессалоникийцам 4 глава. Засим, братья мои, просим и умоляем вас, Христом Иисусом, чтобы вам принять от нас, как должно вам поступать, и угождать Богу, более в том преуспевали. То есть это пишется поощрение, пишется просьба, пишется такое писание, послание, где Павел, церковь Фессалоникийцам утверждает в чем-то и говорит им, «Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди, не от себя, от Господа Бога и Иисуса даровали вам эти заповеди, ибо воля Божия есть». Что? Освящение ваше, освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести. И потом идет перечисление негативных характеров, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога, чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно, корыста, любиво, потому что и Господь мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали. И 7-8 стих, «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости, ибо непокорный, непокорен ни человеку, но Богу, который и дал нам Духа своего Святого». Так много вещей, о которых описываются, которые влияют на святость, непокорность, оно страсти, похотения, грехи какие-то, те вещи, которые оскорбляют, которые марают, которые пачкают святость. Друзья мои, Он пишет, желая, поощряет нас на эту святость, печать святости, которая должна быть на нашем челе для того, чтобы войти, увидеть Господа. Я хочу сейчас вернуться в Ветхий Завет и открыть тоже интересное место из Священного Писания, которое очень сильно говорит, открывает и показывает нам, насколько важно иметь вот эту вот печать. Это будет история, я прочитаю ее немножко больше, это будет Иезекииля, 9 глава, это положение истории, где Господь показывал этому пророку Иезекилю то зло, которое вошло, вошло в народ Божий, вошло через людей высокопоставленных, через священников, вошло в храм Божий, вошло. Он это все открыл, показал, это все в 8 главе, вы можете прочитать, но я начну читать с 9 главы. И возгласил в уши мои великим глазом, говоря, пусть приблизятся каратели города, каждый со своим губительным орудием в руке своей. И он потом описывает то видение, и вот 6 человек идут от верхних ворот, обращенных к северу, и у каждого в руке губительное орудие его, и между ними один, одетый в льеную одежду, у которого при поясе его прибор писца, и пришли и стали подли медного жертвенника. То есть, иезекииль увидел, увидел 7 личностей, увидел 7 ангелов, 6 из них имели орудие смерти, имели орудие наказания в своих руках. Седьмой ангел, одетый необыкновенным образом в льеную одежду, имел при себе, ну вот если по-русски сказать, имел при себе ручку, имел при себе что-то, какое-то приспособление, которым он отмечал людей. И дальше говорит Господь ему, 4 стих, давайте с 3. И слава Бога Израилева сошла с Херувима, на которой была с порогу дома, и призвал он человека, одетого в льеную одежду, у которого при поясе прибор писца, и сказал ему, Господь, пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей, скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак. Этому человеку в льеной одежде, Господь Бог дарует поручение, ты пройди по городу, и на челах, на лбах тех людей, которые воздыхают, которые не являются равнодушными к этому разврату, которые не являются пассивными, которые в своей душе мучаются от того, что происходит в этом мире, от того, что происходит сегодня в храме, от того, что происходит в церквях, от того, что происходит в следе детей Божьих, на тех людях, на ком нету равнодушия, но у кого есть заботы, переживания, боль, скорбь, кто переживает об этом трудном, тяжелом, последнем времени, те люди, которые освещают себя, те люди, которые прилагают старания к тому, чтобы не быть такими, как остальной народ, как остальные люди, на лицах, на лбах, на челах этих людей, сделай эту печать, поставь эту отметку. А тем сказал, вслух мой, идите за ним по городу и поражайте, пусть не жалеет око ваше, и не щадите старика, юношу, и девицу, и младенца, и жену, бейте до смерти, но не тронь ни одного человека, на котором знак, и начните от святилища моего. И начали они с тех старейшин, которые были пред домом. Очень сильное, очень такое печальное, очень необычное видение, видел этот пророк, видение, где пришел суд Божий, и пришел, и суд Божий начался со старейшин, начался с тех, которые служили, которые от лица Господа говорили, которые должны были быть примером, которые по своей халатности, по своему отступлению ввели народ, ввели людей в заблуждение, ввели их в потерю, с этих людей начался суд. Эти люди, которые поддались этому миру, поддались этому веку, эти люди, они первые понесли наказание, но на челах тех людей, у которых был этот знак печати святости, они остались невредимыми, они остались незатронутыми этими шестью ангелами, которых было поручение вредить, убивать, уничтожать. Почему? Потому что пришел суд, потому что Слово Божие говорит, что без святости не увидит никто Господа. Святость это не является вот какой-то такой optional, ну вот optional пример, вот можно взять с собой, а можно не взять, не возьмешь, не войдешь в Слово Божье. Господь призывает нас к святости, Господь призывает нас к чистоте, Господь призывает нас, чтобы святость Божья, это не было чем-то вот наружным, как проповедовал Сергей, это не было гангстуком или нашей прической, но чтобы это было нашим характером, нашим жизнью, нашими мотивами жизни. Я, друзья, я думаю, это просто включился FireLine. Братья, нажмите на Silence и Reset, если кто знает, где это находится. Влияние святостей, да, бывает. Давайте сделаем пение. Давайте, Дима, пройдите, сделайте пение, пока братья постараются сделать Reset. Вы не смущайтесь, это нормально. Давайте встанем на наши ноги и сделаем общее пение. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... 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 настрою нашего положения на это служение, на молитву, которой сейчас мы будем идти, молитва Господу нашему Иисусу Христу перед тем, как мы будем принимать часть в Его трапезе, в Его святыне, в том, что Господь соделал для нас, для каждого из нас, одолжись свою святую, безгрешную за нас, и слово о печати на наших челах, печати святости, послушания Божьей на нашей жизни, насколько это необходимо. Знаете, изучая эту тему, вот вникая в Слово Божье, я увидел момент, что Сам Господь, что Бог ставит эту печать на нашу жизнь. Я прочитаю два места из Священного Писания. Первое это будет Откровение, 7 глава, со 2 стиха. «И увидел я иного ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого». И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано было вредить, говоря, «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». В Откровении пишется о той же печати, которая пишется и в Ветхом Завете, о печати, которая ложится на чело людей, избранных, избранных на святость, избранных на эту благословенную, чистую и святую жизнь. И 2 Коринфянам, 1 Коринфянам, также 22 стих, 21 стих, извиняюсь. «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог». И 22 стих, который и запечатлел нас, и дал нам залог Духа в сердца наши. Друзья мои, ходя по нашей жизни, направляясь нашими путями, живя, идя по жизни служения или по жизни работы, воспитания детей, приближаясь к тому моменту, которому мы все ищем, которому мы все хотим, желаем приблизиться, к моменту встречи с нашим Господом, к моменту этих тяжелых последних времен, где будет очень много горя, где будет много скорби, где будет много проблем, нам необходимо быть запечатлены Господом, иметь на себе печать святости Божьей. Друзья мои, какую печать отображает сегодня твое чело, твой лоб, твоя жизнь, твои слова, твои уста, твой характер, твое воспитание твоих детей, твое общение с твоей женой, какую печать ты отображаешь? Является ли это раздражительностью, обидою, гордостью, зависимостью, лукавством, или же это святость Божья, или же это помазание Божье, которое живет на тебе, и Дух Господень живет в тебе, изливаясь из тебя в жизнь, изливаясь из тебя в жизнь вечную? Друзья мои, это очень важный вопрос. Римлянам 6.22, «Но когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец жизнь вечная, ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господи, нашим святостью, святостью, наша жизнь, она должна приближаться, освящаться, в Слове Божьем говорит, святой да освящается еще, приближается к Господу, приближается всеми своими стараниями, всеми своими усилиями, всей своей жизнью, друзья, пассивными, мы не войдем в небесное царство, пассивно жить, просто течь по течению, куда век выведет, куда кривая выведет, извиняюсь, как говорит, не получится, написано, что многие захотят войти, восхотят войти, конечно, кто не хочет войти в Царство Божье, там будет прекрасно, там будет Господь светом, там будут ангелы нам служить, кто не захочет, все хотят, но написано, что не возмогут, не смогут, то есть они будут стоять перед выбором жизни, или идти узким путем, чернистым ту путем, иметь на себе печать святости, постоянно тебя будут клевать, постоянно тебя будут называть ненормальным, постоянно тебе будут говорить, что ты какой-то не такой, ты отличаешься от всех, ты идешь не на поводке у этого времени, ты не идешь вот нога в ногу с этой модой, да и вообще, что ты себе думаешь, живешь в Америке, живи себе спокойной жизнью, оно тебе надо, ущемлять себя, оно тебе надо, эти посты, эти молитвы, эти центра, это миссия, живи себе, нет, если хочешь войти в небесное царство, нужно приложить усилия, усилия освящения, усилия очищения, и жить в воле Божьей, а без этого, друзья мои, наша вечность, она будет очень тяжелой, и очень трудной, я хочу сегодня призвать нас всех к молитве, перед тем, как мы будем приходить, перед трапезой Божьей, перед тем, как мы будем протягивать руку, и принимать, принимать тело, принимать кровь Иисуса Христа, я бы просто пригласил бы нас всех сегодня прийти перед Господом, и Он является тот, кто запечатляет нас, кто дарует нам, кто возрождает нас от старой, пустой, холодной, житейской жизни к новой, чистой и святой жизни, прийти перед Господом, сказать, Господи, Ты видишь мое положение, Ты видишь мое сердце, я хочу святости, я желаю святости, но тяжело и трудно, может быть, у меня запинающие грехи, может быть, я думаю, что я давно уже достиг святости, и уже вот парю над облаками, а на самом деле, так много людей, которые имеют проблему со мною, вот такие они все нехорошие, вот они на меня обижаются постоянно, вот так вот они обо мне плохо говорят, нет, проблема не в людях, проблема может быть в Тебе самом, во мне самом, друзья мои, Бог поместил церковь, Бог поместил нас всех в одно общество, мы все очень разные, мы все очень сильно отличаемся друг от друга, почему? Для того, чтобы наши, наши, не шарахтовитости, они чтобы выявились, чтобы наши характеры стали лучше, чтобы нам приходить перед Господом, освящаясь Его именем, Его кровью святою, и направляться, свои пути направлять их, к святости и чистоте в этой жизни, чтобы убедить нашего Господа в следующей жизни, Слово Божие говорит, наша жизнь, она коротка, она как пар, она как мест, она проходит, и не остается ничего после нашей жизни, но наша душа, она пребывает вечно, но тот след, который мы оставим на земле, как хотелось бы, чтобы он был позитивным, друзья мои, я приглашаю нас сейчас всех, встать на наши ноги, мы будем сейчас молиться, может быть, кто-то сегодня хочет, желает поучаствовать в терпезе, но вот, ну произошло что-то, ну совесть осуждает, ну может быть, вот вышли какие-то моменты, недопонимания с близким, Слово Божие говорит, если пришел перед жертвенником, принести твой дар, и вспомнил, Дух Святой напомнит сегодня, если ты искренне приходишь перед Господом, и вспомнил, что брат твой имеет на тебя что-то, написано, иди и восстанови отношения, а потом принеси твой дар Господу, друзья мои, перед тем, как протянуть руки, к трапезе Господней, давайте восстановим эти отношения, обновим святость Божью, в нашей жизни, в откровении написано, что Святой, да освящается еще, это процесс всей нашей жизни, я предлагаю нас всех помолиться сейчас, и кто желает молитвы, может быть покаяния, может исповедания, здесь будут братья, пройдите, не стесняйтесь, не переживайте за этот аларм, или за свет, сегодня положение наше перед Господом, и Господа не обманешь, Господа не проведешь, по-человечески мы можем красиво выглядеть, а с Господом оно все будет по-другому, дорогой Господь, мы стоим сегодня, Господь,